Продолжение следует... ...на втором конце трубы! Ну, привет! Э! А кому я сказал привет? Бузя? Где свинья? Почему она не появилась? Хороший вопрос, Тимофей! Походу, труба всё-таки сожрала нашу Бузю! Серьёзно? Прямо сейчас поставь лайк и подписывайтесь на канал за 3 секунды, если не хочешь найти поддушку этого страшного скорпиона. Я правда не шучу. 1, 2, 3. Ну что, пиши в комментарии, успел ты или нет. Вера, даже не надейся! Бузеньки там уже давно нету! Её сожрала горка-пожиратель! Всё, я должен её спасти! Я должен прыгнуть в эту горку! И никто из вас не сможет меня остановить! Бузя! Бузя, ты там держись! Я сейчас уже иду за тобой! Так, эх, страшно капец! Ну вот если страшно, так и нечего туда лезть! Да выяснение обстоятельств! Ты что, Вера, как я могу? Меня же ребята смеют! Да и Бузя будет потом меня подкалывать, что я сдрейфил! Ага! Кузя! Если сейчас ещё и Кузя пропадёт, я тогда не знаю, что буду делать! Я тут! Кузя, ты не пропал! Ну как видишь! А Бузьку видел? А Бузю не видел! Вообще непонятно! Куда же она делась? Кузя, главное, не пропал! Тимофей тоже вон! Целёханик сидит! А Бузька исчезла! Я бы, конечно, могла прыгнуть, но из всего моего организма туда пролезет разве что рука! Вера, я всё понял! Бузя, ау! Что ты, Кузя, понял? Рассказывай! Бузя в трубу попой полезла! Ну это я и сама прекрасно... Ааа, погоди! Точно! Бузька единственная прыгнула попой вперёд! И поэтому исчезла! Теперь-то ты мне веришь? Наша SCP-горка реально проглотила Бузю, и это уже не шутки! Сейчас я установлю здесь камеру видеонаблюдения, чтобы за всем следить! Бля-у! Рыжулькин, у тебя будет очень ответственная миссия! Какая? Ты себе тут валяйся и делай вид, что ты ни при чём! Но как только заметишь что-то странное, обязательно дай нам знать! Говорят, у котов есть способность видеть сверхъестественные явления! Так что, Рыжулькин, не подведи! А я тем временем... О, прям на вот этом вот дереве установлю камеру! Вот! По-моему, отсюда открывается отличный обзор! Видна SCP-горка и пространство вокруг! Так, теперь мимо нас ни одна паранормальщина не проскочит! Надеюсь, это поможет нам выяснить хоть что-то о том, куда подевалась Бузя! Ребят, а вы ставьте лайк, чтобы у нас всё получилось! Ох, чувствую себя прямо копом под прикрытием! Только вместо кофе и пончика у меня холодный компотик! Так, Кузязя, выходи на связь! Пора уже нам бдеть! Да я уже давно тут бдю! С тех самых пор, как Бузя пропала! Да не в том смысле бдеть! Давай, смотри вот на картинку! Если что-нибудь увидишь, говори! Хорошо! Ребята, вам тоже страшно? Да даже мне страшно! О, ты видел? Ты видел, там что-то пролетело! Кузя, что это было? НЛО! Да нет, это, наверное, пыль на объективе! Или какие-то солнечные блики! Да нет, ну всё, я сваливаю! Ну вот, отлично! Вера осталась одна! И Рыжулькина что-то не видно! Ох, ребят, у меня сейчас сердце просто выскочит из груди! Не знаю, почему мне так страшно! О, ну вот опять! Ну мне же не показалось! Вот летает какая-то фигнюшка и светится! Чё это такое вообще? У меня на заднем дворе! Капец! Надо покупать новый дом и съезжать отсюда! О, Рыжулькин появился! Ищ... Что? Куда он делся? Смотрите, смотрите, его как будто кто-то швырнул туда! А кто? Я хзы, потому что всё остаётся за кадром! Кого он там мог увидеть? О, а может это Кузя уже туда поплёлся? Кузязя, ты где? А ну-ка выйди на связь! Эээ, да, тут очки я! Кузя, ты видишь? Рыжулькин там кого-то подстерёг! А кого непонятно! Эээ, хочешь, чтобы я сходил посмотрел? Да нет, сиди, а то еще и ты пропадешь Тогда точно придется самой в эту трубу как-то пролазить По идее мне надо сходить туда самой, как взрослой Но мне капец как страшно Ребят, а вы тем временем подпишитесь на канал А то кто знает, может я не вернусь И это наш последний выпуск О, Вера, глянь, зацени Рыжульки наколбасит мне по-детски Да он вообще лежит как под гипнозом там Хоть бы сам не надумал еще в трубу эту залезть Точно, эта горка ищет свою жертву О, слава морковке, жертва додумалась свалить оттуда подальше Вера, ну-ка, ну-ка, я кое-что там увидел Не пугай меня, что ты там увидел? Ну там, в верхнем левом углу Так Это бургер? О, да, это бургер Я что-то не пойму, эта труба решила поглотить всех моих домашних животных? Че он там забыл? Как он вообще туда попал? Походу, горка реально издает какой-то импульс И приманивает к себе животных Кузя, ты видел? Ты видел, как его швыргануло? Капец, ребят, я не знаю, что мне делать Я реально боюсь туда сейчас идти после всего увиденного А че там за кадром творится? Можно только... О, видели? Опять что-то светится И бургер, главное, стоит на это все смотрит Нет, чтобы свалить оттуда Ребят, вот че, че мне теперь делать? Давай Бузю покормим Она там уже полдня сидит Согласна, но как мы ее покормим? Ну как-как, бросим ей что-нибудь туда? Прям в трубу бросать? Ну да А что, это идея? Апельсин хоть не жалко, если попадет Что? Помидор? Ого, что бы это значило? Разве что это какой-то намек на то, что Бузя не любит красный цвет Ребят, на всякий случай подпишитесь Вдруг поможет Мне лично ничего не понятно, что дальше делать Вера, банан Нектарин Тебе снова на Н Да нет же Банан, Бузя, давай пошлем Она ананасы... Ой, апельсины не любит Думаешь, в этом причина? Да откуда мне знать? Ну ладно Попытка, как говорится, не пытка Кладем в степи горку пожиратель банан А на выходе получаем Так, тарахтит, тарахтит И получаем Лук Это странно все Действительно Нет, чтобы маракуйю нам какую-нибудь прислали Лук я не люблю И вообще, какая связь Пожирать фрукты и выплевывать овощи Логика нет, не слышали Но главный вопрос Как нам обратно вернуть Бузю? Так, ребят Пока Вера ушла читать информацию Про горку пожирательницу Я решил запрыгнуть Но я обманул систему И залезу в горку с этой стороны Кузя, куда ты делся? Кузя, вылази обратно Вере это не понравится Кузя Слушай, пока ты там Спроси, что нужно Забросить в горку Чтобы оттуда выпали Куриные крылышки Мяу Рыжулькин проголодался Ну или Хотя бы мышку мне пошли От мышки я тоже не откажусь Кузя, а где-то какой-нибудь там есть? Мяу О, Вера пришла Это что за место? Я не поняла Я же секунду назад была на лужайке Собиралась прыгать в эту горку пожирательницу А, горка пожирательница меня пожирала И выплюнула непонятно куда И это что, ее желудок? Бананы, апельсин какие-то валяются Хе Погодите-ка, это место мне довольно знакомо Это же чулан со старыми и сломанными игрушками Я же что, меня решил на печью отправить? Все, наиграл уже со мной, да? Пора на полку Грязным, ободранным, никому не нужным игрушкам Хе Хе Кузяка, это я, Бобрик Помнишь меня? Я двойник твоего Кузи Бобрик, и ты тута А мы тебя обыскались уже Не знали, уже хотели бы меня подавать А я была Верочкиной любиницей Кто? Что? Кто это говорит? Это я, ее кукла Из детства Ну, ты из детства? А я на все времена любиница И не намерена оставаться тут в чулане Рядом с этим непотребством Надо с удовольствием, можно Кузя, это ты? Ты что, с дуба рухнул? Бузенька, ты жива? Ага, была до того, как ты на меня упал Толстый Я вообще-то не с дуба рухнул А из портала выпал Ага, из гнезда ты выпал в детстве Кстати, это я тебе послал Бананчик и апельсинчик Чтобы ты тут не голодала Ой, а что это за место, кстати? Ну вот, знакомься Наша новая обитель Место потерянных игрушек Ого, и не страшно тебе тут одной только сидеть? А сколько? Я тут всего минутку какую-то нахожусь Серьезно? А мы там тебя уже полдня ищем Значит, тут время бежит быстрее Это что ж получается? Мы с тобой быстрее состаримся? Ну, получается так И тогда точно уже не будем Вере нужны Не волнуйся, Бузя Вера обязательно кое-что придумает Но это все уже будет в следующей серии А пока что, друзья Посмотрите предыдущую Чтобы быть в курсе того, как мы сюда попали Ребят, извините, что у меня как будто бы банан во рту У меня реально банан во рту Потому что я уже вся на нервах Сначала Бузя пропала Теперь еще и Кузя В общем, я решила хорошенечко так Углубиться в эту тему И собрать, ой, извините Всю доступную информацию Так Пока что мне удалось узнать Что люди, пропавшие в осепи горки Реально попадают в какое-то другое измерение И с ними даже удалось связаться по радиосвязи Это вселяет надежду, что свинки до сих пор живы И я их смогу выловить Вот так прям голой рукой лезем в трубу Или не лезем Да блин, а может это единственный способ их спасти? Ой, не знаю, но выглядит стрёмно Вообще ничего не чувствую Хоть бы что-то там нащупать А голос-то как у Веры Да, и правда похоже Нет, труба как труба Никакого портала я там не нащупываю Ну-ка Вера, дай знак, что это ты Покажи какую-то фигуру на пальцах Так приличную Нет, ребят, голой рукой делу не поможешь. Но у меня есть еще один вариант, про который я тоже прочитала в интернете. Погнали! Так-так-так, сейчас поищем. У меня по-любому что-то должно найтись. Так, это все не то, какие-то пестики, конструктор. Короче, ребят, мне нужна рация. Или любой другой предмет, который способен ловить радиосигналы. По идее, если правильно подобрать волну, я смогу услышать свинок. Главное, чтобы они там не молчали в тряпочку, а звали на помощь. Так, ну неужели ничего нет? Хоть что-нибудь? О, робот! Он же на радиоуправлении. А значит, способен ловить радиосигналы. Привет, Вера! Чем могу быть полезна? Лала, короче, пошарь по волнам и попробуй настроиться на волну свинок. Это очень важно, так что примени всю силу своего искусственного интеллекта. Хорошо, пробую настроиться. Да, пожалуйста, постарайся. Так, пока что какой-то сплошной белый шум. Вера! Вера, мы тут! Верунчик! Ну что, Лала, как успехи? Пока ничего не нашла. Вот блин, давай я тебя попробую поближе к порталу поднести. Может, оттуда мы что-то услышим? Давай! А я пока напомню ребятам, что самое время подписаться на канал. Кликайте на красную кнопку и ставьте колокольчик. Бузя, а в каком ухе у меня шипит? У тебя шипит? Это у меня в ухе шипит. Нет, твои уши тут ни при чем. Это у меня в ухе шипит. Да, значит, твое ухо сломано. Это у меня шипит. Да, значит, и твое ухо сломано. Че оно шипит? Да что не пристало? Шипит да шипит. Погоди, Лала, я что-то слышу. Ну-ка, ну-ка. Я пока спросил, в каком ухе у меня шипит? Сигнал появился возле дома. Получается, они где-то в доме спрятаны, что ли? Получается так. Так, ну давай будем искать, где сигнал самый сильный. И интересно, много ли времени прошло там, наверху? Ой, Кузя, да мне тут с собой тоже минуту за час надо считать. Надоедливый. Я вообще-то тебя спасать пришел. Серьезно? Так че ж не спасаешь? Костюм супергероя дома забыл, да? Капец. Надо было тебя тут оставить. И вот, и надо было бы. Я тут с Бабриком вообще-то не заскучала бы. О-о-о, сигнал становится еще более отчетливым. Лава, думаю, надо поискать в доме. Хорошая идея, Вера. Главное, чтобы свинки не замолкали. Фу, отплевал мне все. Да это ты мне отплевала всего. Свинки, вы тут? Вера! Как ты нас нашла? Поймала радиосигнал и услышала, как вы ссоритесь. Но как вы тут очутились? Мы сами не знаем. Походу, СПС вот эта вот горка создала портал, который нас перебросил сюда, в твой чулан, в который ты, между прочим, никогда не заглядываешь. Да, надо бы навести тут порядок. А то тут изрядно так поднакопилось негативной энергетики. Ну ничего, обещаю, завтра же этим займусь. По Берику расскажу, чем мы сегодня занимаемся. Итак, мы будем играть в прятки в предметах. И для этого я со свинками специально приехала в дом моих друзей. Свинки ни разу тут еще не были и не знают, где можно спрятаться. Секундочку. Опа, я уже в комнате ожидания, а свинки в это время прячутся. Кстати, вы заценили мои новые шкарпетки. Я их специально для выпуска надела. Так что, если вам понравилось, можете поставить лайк. Бузенька, а разве мы не должны сейчас спрятаться? Ага, точно, да. А то Вера уже пойдет нас искать. Ну, сейчас я улезу. Ну, быстрее давай, грузи. О, а может мне в этой матрехе спрятаться? О, друзья, привет, я вас нашел. Что, что вы не прятались? Тихо, ну ладно, пошутил. Короче, самое ништяковое место для пряток в незнакомом доме это ванная комната. Вот, хоть стиралку прячься, хоть в унитаз. И, хотя нет, унитаз это плохая идея. Ее смоют. Ну, тогда спрячемся в стиралочку. Эй, кто-то тут уже прячется. А, это, наверное, мячики для того, чтобы белье лучше стиралось. Э, Э, Бузя, ты где? Ты уже спряталась? Спряталась, спряталась. Ого, как тут красиво. Прям какой-то космический корабль. Ну, все, я теперь не Бузька. Я теперь первая в мире мазкая свинка-космонав. О, прошу любить и жаловать. Стиралки в космос не летают. Кузя, а ты там не стой и панику не разводи. Нас Вера так за секунду найдет. Иди давай, прячься в другом месте. Ну, я не придумал, где мне спрятаться. Можно я к тебе залезу? Кузя, ну ты что, на приколе таких, как ты, космонавты не берут. Ох, где же спрятаться, бедному Кузеньке? О, а может в этот шарик залезть? Хотя, нет. Если в нем сделать дырку, он же лопнет. Вот это бабах будет. Так, так, так. О, знакомая вещица. Точно, можно спрятаться в сапожек. Ой, надо тише. А то, может Вера нас уже ищет. Еще чуть-чуть. О, а может в печку спрятаться? Ага, а из меня потом пирог сделают. Во, сапожки, родные мои. Так, в левый или в правый? О, ничего себе. Настоящий кот. Мяу, настоящая свинка. Здрасте. Свинка, впусти меня, пожалуйста. Я хочу с тобой познакомиться. А, Вера не говорила, что у ее друзей живет кот. Ты такая красивая, такая пушистая, такая аппетитная. Ну, пожалуйста, впусти, я тебя не обижу. Видишь, какие у меня мягкие лапки. Мур-мур-мур, будем с тобой друзья. Я, конечно, вас, котов, плохо знаю, но все равно не доверяю. Пока. Ну что ж, кажется, я решил. Буду прятаться в левый сапожек. Так, хоть бы провезть. О, самое главное, что допрыгнул. И застрял. Я вот думаю, а может и так сойдет. Может, Вера подумает, что так и было. Главное, чтобы меня котенок не выдал. А еще у меня тут кислород заканчивается. Опасная игра Эти прятки в предметах Ой, эй, кто-нибудь Свинке плохо, свинку надо спасти Кто-нибудь, пустите меня Я спасу свинку Надо было с Бузей лететь Эй, наверху Бузька, ты еще там? Не улетела в космос? Ну ты опять приперся? Вера нас уже ищет Чего ты орешь? Ну я не нашел, где мне спрятаться Зато нашел, как я Я иду искать Ой, Вера идет сюда Ну прекрасно, просто прекрасно Сейчас выдаст мое самое лучшее в мире место для пряток Кузя, ну ты и балбер, что я Я ничего О, друзья, я слышу какие-то голоса на втором этаже Что же, направляемся туда Кстати, забыла вам объяснить, как же мы определим победуна Кого я первого найду, тот и проиграл О, что-то валяется Так-так-так, вот еще какие-то детальки Ага, кто-то разобрал матрешку Видимо, хотели спрятаться, но не поместились Так, ну-ка, ну-ка А цветок кто погрыз? Узнаю след зубов Ну, получит у меня И еще один листок Так, я торчу друзьям новый цветок О, матрешка-матрешка Внутри у тебя там никто случайно не прячется? Нет Но свинки просили передать, чтобы ребята подписывались на канал Ну, думаю, ребята и так уже давно подписались Но если вдруг нет, то подпишитесь Так, тут у нас мяч лежит Но в нем точно никто не спрячется Оу Желтые сапожки Один из них подозрительно перевернут Ха, и так же подозрительно пахнет Тут точно побывал Кузя Самое ништяковое место для пряток Это ванная комната И вот мы здесь Ну-ка, ищем следы Тут должен валяться узюм Но свинки постарались Кхе, еще бы! Я просто мастер по игре Хм, что за звук? Неужели кто-то додумался забраться в корзину для белья? Нет Может тогда в шкафчике? М-м, все-все пусто Ну я уже прямо не знаю, где же тут можно было спрятаться Не в унитазе же Хорошая попытка Но в унитазе прячутся только лузеры Ой А чей это голосок я слышу прямиком из стиральной машины Буська, я тебя нашла Ты проиграла Хотя спряталась действительно круто Респектую Так не честно Это я придумала спрятаться в ванной комнате А Кузя за мной повторил Он сидит под шкафчиком Он должен был проиграть Ну все-все, Бусь Не надо паниковать Это всего лишь игра Под каким шкафчиком он сидит, говоришь? Не под этим, под другим Эй, Кузя Вылази Мы тебя нашли Нет смысла больше прятаться Ты и так победил Давай, выползай У меня тут нет Ну что же мне тебя силой доставать, что ли? И что? Я реально победил? Ну да Бузи я нашла первой У-у-у, здорово! Я мастер по игре в прятки Да, мордашка Ты молодец Спасибо, я знаю Приветик, свинки Привет Отличная новость Нас наконец-то заметили Рекламодатели Смотрите, что мне прислали Ой, какая-то прикольная штучка А что там внутри, Вера? Фу, Кузя, у тебя узел изо рта выпал Это крутые блютуз наушники Мы их рекламируем И оставляем себе Вау! А давайте чаще что-нибудь рекламировать Например, ведро морковки Ты что, на приколе? Не-не-не Пришлите нам что-нибудь крутое Например, велосипед Вер, ну открывай уже свою коробку Интересно же Имуни Что? Это что, пранк такой? Бузя, это твой хлоп дело? Нет Зачем ты подложила мне соску? Я тут ни при чем Не, ну слушайте, обидно Я уже размечталась, что у меня будут наушники новые А тут соска Признавайтесь, кто решил так жестоко надо мной подшутить? Кузя, ты? Нет, я тоже ни при чем Может, эта соска какая-то необычная? Ну, сейчас узнаем Ой, смотри Ага Хе-хе-хе Веля хотят лялю Веля хотят лялю сейчас Хочу лялю, хочу лялю О, свинка моя ляля Свинка моя ляля Что, свинка моя ляля? Ля-ля-ля, ля-ля-ля Да никакая я тебе не ляля Лера, что с тобой? Ба-ба-ба О, Кузя моя ляля Кузя моя ляля Будем лялю кормить Надевать плетишки Я не ляля Будет ляля красивая Вообще-то я мальчик Никакие не приходят Друзья, что делать? Как Веру вернуть? Может, ей надо и по голове постучать? Ага Хе-хе Вера, ну не позорь меня перед ребятами Кузя не спать Почему? Кузя не спать Ну, я жаль, посанец Кузя должен спать Кузя должен сосать сосю Кто? Этого мне не хватало Какая еще сося? Бери сосю Я сосанец Бери сосю, я тебе говорю Фу, плохая ляля Плохая ляля Даже не пытайся Я буду кусаться Плохая сося Вела ластлойна Иглюзки Ляля, Вела хочет иглюзки О, иглюзки Привет, привет Фу, плохие иглюзки надозели Бе-бе, фу Другие иглюзки хочу О, красивая ляля Солдатик Солдатик Игладь в войнузки Пух, пух Па Ну, Бузя И что нам делать? Может, и в садик ее отдадим? Не, для садика поздновато Веля не пойдет в садика В садика надо спать И обедать каша Фу, фу, фу Веля будет дома играть Своими иглюзками Точно Нам же ее еще теперь и кормить придется А подосик Вот, Лерочка, пожалуйста Красивая Мальдашка Красивая Мальдашка Веля будет кусять Огуречек Кузя, ты что? Кузя кушает мой огуречек Использует мою Мальдашку Теперь она еще и плачет Обязательно надо было расстраивать ребенка Да я же не специально Друзья Кажется, на ютубе появился новый детский блог Где Вера в главной роли Так что подписывайтесь И не пропустите новые выпуски Бузя, ты что, думаешь, что Вера навсегда такой останется? Да не каргай Веля больше не плякать У Веля есть Конфетка Свинка Пеппа Ключевая конфетка Вроде успокоилась Ага Но надолго ли? Ммм Веля любит конфетки Слушай, Кузь А где ты нашел этот леденец? Да так Под диваном валялся А что? Да не, ничего Просто так спрашиваю Конфетка Невкусная С волосами Фу Веля опять наслойлась Веля хотит новую иглюську Сейчас же Иначе Веля будет плякать все время О, иглюська Пляхая иглюська Веля хотит лялю О, зайка Смотри, какой зайчик Полотивный зайчик О, ляля Привет Полючи, ляля Это очень смешно Веселить Велю Тебе смешно? А мне не очень Кузя, что нам делать? Мы с ней не выживем Не знаю Предлагаю, пока не поздно Собирать вещички И делать ноги Хей, ты это куда? Делаю ноги Меня подожди Так, ребят Я приняла волевое решение Растить Веру Верунчик Вот тебе новая игрушка А я привез для Верочки Красивый экскаватор Зацени А мой осьминожек лучше Он мягкий И все время улыбается А мой экскаватор Умеет рыть землю Знаешь, как с ним весело играть? Ребят, напишите нам в инсту Чья игрушка лучше Моя или Бузина Ну, конечно же, моя Глупенький Ну и посмотрим, что Вера выберет Но я, пожалуй, буду смотреть на расстоянии Еще пожить хочу Верунчик, иди сюда Мы тут тебя ждем с новыми игрушками Уля, Веля любит новые игрушки Какой красивый осьминожка Бузя, молодец Принесла Веле красивую игрушку Ха-ха-ха Что? Плохой осьминожка Чольный и злой Это плохой игрушка Бузя Ой-ой-ой Так ты ее наоборот выверни Веля опять сейчас будет ластлойна Снова холющий осьминожек Фух, пронесло Веля снова веселая Веля веселая Веля веселая Ля-ля-ля-ля 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 Понравилось Свинка танцует Весело танцует Весело танцует Нет Так жить нельзя Друзья, ставьте лайк, чтобы Вера вернулась И мачу нашему канальчику капец Феля идет кулять Феля идет Вера, сколько свинок ты видишь? С тобой еще по-моему Будя, чего ты на мне сидишь? И вообще, что случилось? Ничего не помню Да, ну и к лучшему Я что, упала и потеряла сознание? Хуже, Вера, ты целый день была ребенком Что? Что ты такое несешь? Да, честное слово, ребята подтвердят Эх, наверное, я просто уснула Но это был очень странный сон Вера, а ты в курсе, что в детстве Ты была очень вредным ребенком? Что? Это все неправда Я в детстве была, как ясное солнышко Всегда веселая, игрушек не требовала Животных не обижала Ого! Да-да! Но сон, конечно, был очень странный И приснится же такое Ну что, как пациент? Да вроде нормально Шишка только на голове Интересно, кто же нам прислал эту соску волшебную? Придется разбираться Пожалуй, хватит длинных вступлений Предлагаю начать Ой! В смысле? А почему стало темно? Я глаза вроде бы не закрывал На этом все, дорогие друзья Наш супер-мега-выпуск подошел к концу Ого! Это будет самый короткий выпуск в истории Бузя, а ты меня видишь? Нет, погодите Как это конец выпуска? Надо что-то снимать Да как снимать, Вера? Не видно же ничего Особенно Кузю Он как черная дыра на моем фоне Меня-то хоть чуть-чуть видно Хоть мои пятнышки белые Ого-го-го, я черная дыра Сейчас всех вас засосу Не надо никого засать Надо что-то решать Причем быстро Вера Эээээ, а я уже все придумала Будем снимать челлендж 24 часа в темноте Помните, мы давно собирались А тут такая возможность Ва, выпуск продолжается Объявляем челлендж 24 часа в полной темноте Выдержат ли свинки? Не сойдет лишь ума Вера Будет темно, жутко страшно и чуть-чуть весело. Да-да-да. Ну тогда, свинки, приготовьтесь. Мы погружаемся в темноту. Но есть одна проблемка. На улице еще светло, а у меня в доме очень много окон. Ну ничего, сейчас мы попробуем что-нибудь с этим сделать. Например, занавесить шторки и опустить все ролеты. Так, и второе окошко. Пока-пока, солнышко, увидимся не скоро. Хм, ну как-то это не особо помогло. В комнате до сих пор светло. О, а может переименовать наш челлендж на 24 часа в полумраке? Сумерки продолжения. Хотя нет, ребята такое точно не заценят. Надо искать местечко потемнее. О, это уже получше. Но вот это окно все портит. И зачем мне понадобилось столько окон в этом доме? А может его попробовать чем-нибудь зазанавесить? Хотя, это вряд ли поможет. Ищем дальше. Спальня у меня тоже огроменное окно, с которым ничего не поделаешь. О, вспомнила. Есть у меня одно местечко, где окно совсем крохотное. Так, закрываем. И попробуем его прикрыть какой-то тряпочкой. Так, сейчас. Сейчас. О, блин, не держится. Ну ничего, сейчас я положу камеру и все сделаю. Так, это уже точно последний свет на сегодня. Время пошло. Один фонарик я себе все-таки оставлю. Потому что совсем в полной темноте. Ну, вы просто ничего не увидите. Кстати, ребят, пишите нам в инсту, кто из вас боится темноты. Я, например, очень боюсь. И для меня это серьезное испытание. Вот только я не подумала, чем я буду 24 часа заниматься, сидя в ванной комнате. Надеюсь, свинки что-нибудь придумают. Схожу за ними. Так, ну что, готовы к водным процедурам? Надеюсь, Вера, ты шутишь? Да, я мокрый, сниматься не хочу. Да, конечно, шучу. Ну что, придумали, чем мы будем заниматься. Нам тут с вами еще сидеть 23 часа и 59 минут. Давайте страшные истории рассказывать. В темноте это получается просто жуть, как классно. Нет, не надо. А давайте, слушайте мою. Однажды я сидела в ванной в полной темноте. Мне уже страшно. А я-то думаю, почему у тебя такие глаза круглые? Так вот, сидела я, значит, в ванной. И тут из сливного отверстия ко мне выполз. Минстрер, хватит, мне страшно. Да погоди, ну дай закончить. Ребятам же интересно. Ко мне выполз огромный лайк. Страшно? В смысле лайк? Какой еще лайк? Что же без... 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 без смыслятся? Ребята, ставьте лайк. О, ага, я крокодил. И сейчас я проглочу ваше солнце. Хм, 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 ням, 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 ням. Вера, ты меня пугаешь. Успокойся. А мне нравится. Покажи еще о чем-нибудь. Бузя, ну не будь такой скучной. Нам вообще-то тут 24 часа сидеть. Надо себя чем-то развлекать. Кстати, про развлекать. Кто-нибудь взял что-то погрызть? Я не брала. И я не брала. Прекрасно просто. Что-то мы реально об этом не подумали. Нам же тут целые сутки сидеть без еды и воды. А вот это уже настоящая страшилка. Как же я без еды протяну целых 24 часа? Я еле 20 минут выдерживаю. А я и то 15. Ну, так вам еще повезло. Вы можете узем свой жевать. А у меня вообще ничего нету. Даже конфетка никакая в кармане не завалялась. Ого, ты это, Вера, не волнуйся. Мы тебя в беде не бросим. Поделимся уземом, никуда не денется. Ага, я лично для тебя приготовлю. Да уж спасибо. Лучше я поголодаю. Так, Кузя, ты тут у нас единственный альфа-самец. Давай, иди к холодильнику и что-то нам принеси пожрать. Что? Да как же я пойду, там же речь идет темно. Ничего, в холодильнике светло. Я много не принесу, я маленький. Маленький, да удаленький. Это не обговаривается, дождавай. Вот блин. Бузя, а ты не переживаешь, что Кузя может не вернуться? То есть, в смысле, как-то он не вернется. Что, сам все шлопает? Да нет, просто в страшилках так часто бывает. Кто-то уходит и больше не возвращается. И так исчезают все. Да нет, Кузя обязательно не вернется. Он не может нас тут просто так жить и бросить. Ты что там, лайк выглядываешь от ребят? Да нет, таракан ползет. Ты что, какой еще таракан? Повелась. Вот видишь, как страшно бывает. Фу, Бузя, ты что, я ненавижу тараканов. Больше меня так не разыгрывай, пожалуйста. И узюм свой оттуда убери. Я не собираюсь сидеть с тобой в обкаканной ванне. Да это я тебе оставила на перекус, а сама ухожу. Куда это ты уходишь? Искать Кузю. А я тебя не отпускаю. Хватит того, что Кузя пропал. Именно, что пропала. А всех, кто пропал, надо искать. Ну так а вы хоть покушать мне принесете? Ну конечно принесем. Жди, я скоро буду. И не скучай. Да как я буду скучать? Ты же мне сувенир на память оставила. Ох и Бузя. Ребят, у меня конечно часов с собой нету, но такое ощущение, что уже целый час прошел после того, как ушла Бузя. И вот, ни слуху, ни духу, только один узюм в ванной и остался. Слушайте, надеюсь там тараканы точно не живут. Если я увижу хотя бы намек на таракана, буду кричать мне своим голосом. Может это была и не такая уж супер идея проводить этот челлендж. Ох ладно, не могу я тут больше сидеть. Страшно, ребят. Пойду искать свинок. Надеюсь, с ними ничего не случилось. Эй, свинки, вы где прячетесь? Отзовитесь. Так, в ванной их точно нет. По идее, надо искать на кухне. Ох, как же тут темно. И нигде не лучика. Зачем надо было занавешивать все окна? Сейчас еще с этой лестницы грохнусь. Свинки, ау. Вы меня слышите? О, а может свет уже дали? Можно включить и... И тогда я проиграю в челлендже. Нет, лучше не рисковать. Свинки как раз этого и хотят. Сидят где-то в углу и хихикают. Ничего, сейчас мы их найдем. Главное не шлепнуться. А это что за картина маслом? Продукты все валяются на полу. Холодильник открыт. О, свинки, вы что тут жрете? Да. А что? Мы всегда жрем. Могла уже привыкнуть. Да дело же не в том, что вы едите, а в том, что вы меня там бросили и даже не думали мне нести еду. Я целый час порчала в ванной. Ты не подумай, я сразу очень хотел, но когда я открыл холодильник и оттуда во вот эта вся вкуснятина посыпалась, я обо всем забыл. Ну понятно. А я тоже пришла, а дальше как в тумане. Ну конечно, ты, Вера, там сиди, голодай, а мы тут сами объедаться будем. А я, между прочим, тоже голодная. О, яблочко. Подкрепимся. Да, мы тебе яблочко оставили. И вот еще дынька. Ой, не знаю, в чем прикол, но кушать в темноте вдвойне приятнее. Это называется ночной жор. Вообще, прикольный челлендж получился. Ребят, если вам понравилось, ставьте лайк. Ой, что это было? Там что-то шуршит. А, это, наверное, этот таракан. Тогда это очень крупный таракан. Так, свинки, вы опять немедленно прекратите. Недавно, значит, на Ютубе появился новый тренд. Да, устраивать экстремальные ограбления. Вот мы с Кузей подумали, о чем мы хуже. И решили ограбить Веру по полной программе. Ну как, по норвушку, конечно, но все-таки ограбить. Итак, Бузязя, какие у Веры самые ценные вещи? И главное, где она их хранит? Самая ценная у Веры, это, конечно же, я. Опа-па. Но меня не надо красить. О, я знаю, что у Веры самая ценная. Это ее коллекция совушек. Вот за ней-то мы и будем охотиться. Друзья, а знаете, что у меня самое ценное? Ну, конечно же, это вы, мои любимые подписчики. Кстати, если ты еще не подписчик, то подпишись. Э, Бузя, ты куда? Меня подожди. Нам же нужен план ограбления. Да, точно. Надо, чтобы Вера нас не заметила. О, придумал. Я за тобой буду прятаться. Я тебе что, устой? Ох, Кузя, чувствую, напарники с тебя получатся так себе. Да я еще тот воришка. Вот увидишь. Итак, друзья, первое правило маскировки от Кузи. В любой ситуации сохраняй невозмутимость. Вот знаете, как мне хотелось бы слопать этот листик? А я изо всех сил терплю. Ой, а то... Так, по-моему, самое время перекусить. Что бы мне такое выбрать? О, а может слопать капустный листик? О-о-о. Хотя нет, я же не на диете. О, где-то у меня был йогурт. Да вот же он, справа стоит. Спасибо. Кстати, интересно, где это свинки? Ох, ребят, вы видели? Вера меня чуть не запалила. Хе, но я справился на отлично. Сидел, не шелохнулся. А значит, операция ограбления продолжается. Интересно, как там Бузя? Ну вот, ребят, мы добрались до главной Верочкиной прелести. Эту коллекцию совушек она собирает уже много лет. Так, всех птичек я не унесу. Надо украсть хотя бы одну. О, может мне тебя украсть? Хотя нет, у тебя такие глаза красные страшные. Стремно. Ой, это вообще какая-то сонная. Пускай проспится сперва. Так, а может будут добровольцы? Сама? Ты, ты, в дырочку которая. Пойдем со мной, я тебя украдываю. О, а может мне тебя с собой забрать? Эй, отвечай. Чего ты застыла так деревянная? Ха, ты же есть деревянная. Эх, ребят, что-то мне Веру жалко. Так подумаю, как она расстроится. Да, Бузя, не надо наскоро. А мы на тебя подпишемся. И я подпишусь. И я, и я, и я. Че, че, правда? Прям вот возьмете и подпишитесь. Здорово. Ну, тогда по рукам. А еще у свинки Бузи есть свой инстаграм. И там очень много крутых фотошек. Их на в описании. Ничего себе. Не ограбление, а какая-то встреча фанатов. Так, что же мне теперь украсть вместо совы? Носок какой-нибудь что ли? Так, Бузя, где сова? Сова, Кузя, отменяется. Будем красть носок. Носок? Если мне объяснять, погнали в комод. Ладно. Вот она, неприступная башня. А, носки живут. На самом верхнем этаже. Здрасте. Кого тут у вас можно украсть? Мы что, реально будем носки красть? Что же это за преступление века такое? Ты что, Кузя? Ты знаешь, как Вера своими носками дорожит? У них даже клетка вон поярче, чем у нас с тобой. Атлас, Вера идет. Тихо, тихо. А не сменить ли мне носочки? Ого, какой выбор. Так, так, так. О, еще и вязаные есть. Теплые такие. Правда, что-то не помню, когда я их покупала. Ну да ладно. Сегодня вроде бы тепло. Возьму обычные. И все-таки, где это свинки? Надо бы их поискать. Э, свинки. Ну все, мне надоела эта игра. Вы лазите давайте и убирайте за собой. Она плепует, Кузя, погнали. Ага. Ну я вас вижу. Вы за занавеской. Ага. В холодильнике ты меня не видела. Значит, и сейчас не увидишь. И в ящике с носками ты нас тоже не заметила. Ха-ха-ха. Ой, да видела я вас с самого начала. Просто мне было по приколу с вами поиграться. Так что давайте, вы лазите и принимайтесь за уборку. Или вы хотите, чтобы мои тапочки вас выследили и покусали? Нет-нет-нет, ты нас не видишь. Бузя, давай за мной. Бузя, невидимка. Эй, стойте. Ну все, попались. Ой, это не Бузя, это таракан. Да не водятся у меня тараканы. Не пойму, к чему эти прятки? Идите сюда и не выпендривайтесь. Вера, ты не понимаешь, это тренд такой. Какой еще тренд? Мы хотели тебя ограбить. Ну-ка, поподробней. Ох, походу у нас в Кузе очередной попадос. Ладно, пойду, пока все зарешаю. Вера и Бузенька ушли в супермаркет за продуктами. А я тут заделался тайным агентом. Сейчас все расскажу. Короче, Вера купила новую секьюрити-систему для дома. И теперь в каждой комнате стоят камеры. И вот я подумал, если сидеть и долго смотреть на экран, то можно что-то увидеть. Например, если нам повезет, то мы зафиксируем какую-то паранормальную активность. Ну что ж, проверка связи. Камера у нас стоит в гостиной. Ммм, конечно же, в туалете. А вдруг паранормальному явлению захочется по делам сходить? В коридорчике там, где лестница. И даже в комнате Петьки, младшего брата Веры. Ну а в спальне самой Веры установлены сразу две камеры. Одна смотрит на окно, а вторая на шкаф, в котором мы с Бузей недавно сидели. Кстати, если еще не посмотрели эту серию, обязательно гляньте. Колобок, будешь сегодня моим напарником. Кстати, мне бы тоже темные очки не помешали. О, вот так лучше. Ну что, ребятки, запасайтесь терпением, несите к экранчику что-нибудь вкусное и не забудьте поставить лайк. Чем больше ваших лайков, тем больше ребят посмотрят это видео. Для меня это очень важно. Если все готово, то мы начинаем. Вот знаете, что самое сложное в профессии охранника? Это целый день сидеть и смотреть в экран. Так же можно и уснуть. Колобок, если что, пой мне песни, чтобы я не проспал. Да нет, нет, сейчас не надо петь. Я спать не хочу. Да еще и голосом таким противным. Ладно, смотрим, что там у нас происходит. В гостиной пока все хорошо. Ой, а это мое любимое. Включаем режим, все камеры сразу. И вот весь дом как на ладони. Погодите, а что это было в гостиной? А где, кто-то швырнул мячик. Ребята, мне реально стремно. Что это было? Не мог же мячик сам покатиться и упасть. Или мог? Да, наверное мог. Просто Вера забыла закрыть окно. Вот ветерок подул и мячик упал. Так что, ребят, спокуха, не вижу повода для паники. Вы это видели? Не, ну опять, кто там швыряется мячиками? На этот раз это точно был не ветерок. А я обычная свинка. И я не тайный агент. Идея наблюдать за домом была так себе. О, ребята, да это же Хаги-Ваги. Точно, этот синий чувак из новой игры. Я его из тысячи узнаю. Но что он тут делает? Хакон из игры попал к нам в гостиную. Пришел пообниматься, что ли? Нет, все это какой-то розыгрыш. Я надеюсь. Самое главное, что он не знает, что я тут есть. Поэтому мы можем просто тихо сидеть и наблюдать, что будет дальше. Так, в гостиной его нет. Может он в комнате у печки пришел своих друзей проведать. Он же тоже игрушка. Правда страшная. Ребята, а что если Хаги-Ваги выпал из игры после того, как Веру сожрал? О нет, а что же будет, когда девчонки вернутся? Они же ничего не знают. Мамочки. Что делать, что делать? Куда бежать? Колобок, что посоветует? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И лагерь со своими песенками. Смотри, это опять Хаги-Ваги. Он куда-то идет. Хоть бы не туда, где я сижу. Так, где он? Где он, ребята? Я смотрю по всем камерам, он исчез. О, вот он. Пришел к Вере в спальню. Он точно ее ищет. Надо ее как-то предупредить. О, придумал. Ребят, зайдите к нам вон в стул и напишите. Вера, у тебя в спальне Хаги-Ваги. Она, конечно, вам не сразу поверит. Но чем больше ребят напишут, тем больше вероятность. Вы его видите? Ставьте лайк, кто его заметил. Ой, вон он, вон он. Опять в гостиную вернулся. Видимо, Верочку не нашел. Решил подождать. Ну и ну. Таких гостей у нас еще не было. Но я не боюсь. Ведь Хаги-Ваги один. А у меня вон сколько друзей. Я про вас, ребята. Кстати, кто еще не подписался на наш канал, самое время это сделать. Хаги-Ваги увидит, как нас много и сам отсюда свалит. Ой, а он, по-моему, уже свалил. Я опять его потерял. Вот это мне больше всего не нравится. Я должен знать, где находится мой враг. Такие моменты. Обычно хочется что-то погрызть. А под рукой только пластмассовый цветок. Фу ты. Ну что за день такой? Эх. Хаги-Ваги, выходи под... Вот он, сидит в ванной. И что он там сидит, спрашивается? Друзья, вот вам мой совет. Никогда не ставьте дома камеры наблюдения. Иначе можно такое увидеть, что потом в жизни не разведите. Ой. Кстати, пока я тут сижу в засаде, гляньте предыдущий выпуск. Хаги-Ваги хочет обнимушек. Ну что, сегодня я буду читать ваши мысли. Куда? Несвешение. Вижу, вы хотите петрушку. Ого, неплохое начало, Верочка. Что дальше? Дальше я попытаюсь узнать и нарисовать на листе то, о чем думает каждый из вас. Э, Бузя! И эта мысль оживет. Э, Бузя! Если я угадаю правильно. Э, ну вы меня хоть слышите или только жуете? Жуем. Слышим, слышим. Я сейчас себе загадаю конфету размером с дом. Только нам для этого челленджа нужен еще один участник. Я сейчас. Как ты думаешь, Бузечка, кто это будет? Ох, не знаю, Кузя. Все равно лучше тебя нету. Как приятно. Эй, куда потащил последний кусок? Я же в гостях, Бузя. А Бжор в гости не приглашай. Ну хоть с тебе лег. Ой, что это за чудески? Нормально. О, Бургер! Приветствую. Ты не обжора, ты нормальный друг. Так, Вера, Кузя сегодня больше не кормить. Ага, а почему? А он на диете. Бургер, как дела, как жизнь? Рассказывай, дорогой. Алло, гараж, вернемся к челленджу. Бузя, ты первая. Эй, Вера, ну хватит наши стратегические запасы раздавать. Сейчас сама все съем, чтоб врагам не досталось. Ой, как мне чудеса. Итак, Бузя, сосредоточься. Сейчас я буду читать твои мысли. Ты думаешь о чем-нибудь оранжевом, продолговатой формы. Рука сама рисует, я лишь повинуюсь. Вера, не говори таким голосом, мне стремно. Ну ладно. Что еще ты видишь? Еще я вижу зеленую пимпочку, вот здесь. Ну что, угадала? Кузя, это то, о чем я думала. Сосичка. Ой, не тормози, морковка. Проверим, правильно ли я угадала. Энни Бенни Раба, появись. Огурец мне в ухо, в натуре морковка. Фу, Вера, это какая-то фальсификация, а не морковка. Ничего у тебя не получилось. Да ты просто плохо представила. Попробуем еще раз. Энни Бенни Раба. Эх, чувствую, что не настоящая. Ребят, ну-ка подпишитесь на канал. Может, это поможет. А по-моему, эта морковка даже круче, чем настоящая. Смотри, как ее можно прикольно жмякать. Она так похрустывает и принимает разную форму. Она хваливает. Настоящий такой морковный антистресс. Антистресс это то, что можно зубами пожамкать, а не руками. Пусть, а где у вас можно покатать? Да подожди, Кузя, где настоящая морковка? Настоящую хотите? Ладно. Энни Бенни Раба, морковка, появись. Ого, морковка. Морковочка. Вера, вот это вещь. Вот это я понимаю магией и волшебство. Только Кузю угости. Ой, ладно, прожорливая брюшка, нападай. А я пока голову помою, а то Вера тут полазила, все мысли мои прочитала. Потом и узнала про ту конфету. Какую конфету? Это не важно, это все было давно и неправда. А это второй антистресс, что мы наколдовали. Тоже прикольный. Смотрите, как его можно растягивать. Как кота за хвостом. Ой, давай не прокотов. Не портим мяты. А еще из него можно вот такие пузыри выдувать. О, это Кузина глаза, когда он на горшке сидит. Угу. Ой, эти горшки. Меньше есть, надо, чтобы не пучила. Ой, Бузя, этот монстр опять ползет сюда. Где монстр? А, это Бургер. Бургер, как хорошо, что ты приполз. Как раз твоя очередь для челленджа. Бургер готов. Вельна касса. Не мешайте нам. Загадай какой-нибудь предмет. Шерепаха. Да нет, вслух не говори. Подумай о нем, представь как можно ярче. А я попробую прочитать твои мысли и нарисовать. А потом это здесь появится. Идет? Ползет. Ах, ясно, короче. В общем, Бургер, я настроилась на твои мысли. И вижу продолговатый оранжевый предмет. Ниже еще один такой же. Хм, что же это? Рука потянулась за зеленым фломастером. Хочется нарисовать небольшие волны. А теперь красные кружки с небольшими точками. Хм, пара штрихов черным фломастером. О, так это же Бургер. Бургер, ты что, подумал про Бургер? Бургер? Черепаха. Ползем. Круто. Сейчас узнаем, удалось ли мне прочитать все твои... Одну... Слушай, Бургер, а ты не мог бы немного передумать и подумать про зефирку? Просто я свое уже использовала. Очень хочу зефирку. Так, Бузя, не мешай. Эники, беники, ели вареники. Ого, вот это прикол. Это реально Бургер, ребят. Настоящий? Конечно, свеженький. Иди, Бузя, попробуй. Ой, я оттуда слышу, что не настоящий. Воняет страшно. А мне вот нравится такой сквиши. Почти как настоящий. Ставьте лайк, ребят. Мне от его вида прям кушать захотелось. Бургер, ну как тебе результат? Не бургер. Что тут непонятно? Нам хочет съедобельный бургер, а не вот это вот все. Ах, съедобельный. Снипс, снапс, снуре. Бургер, бургер только желейный. Вот это прикол. Походу, это моя мечта воплотилась в реальность. А то вы все время лопаете что-нибудь, а я голодная сижу. Это кто тут ест? Мы тоже в проголодь. Ребят, но он правда как настоящий. Вот это нижняя часть булочки. Такая поджаренная с хрустящей корочкой. Это походу котлетка. Усь, ну где у вас можно пока... Пока потерпишь. Толстый кусочек сыра. О, сырок! Да, этого бургера на всех хватит. Листик салата. Ребят, ваше самое любимое. Мармеладный салат или салатный мармелад? Ну и верхушка булочки. Да, у нашего бургера богатое воображение. Ну, я про черепашку. А еще прикольно, что все эти слои можно менять местами. Ну, вот, например, Кузенька. Какой бургер ты хочешь? Сначала булки вместе, потом сырок, котлетосик на низ, а сверху салат, мое любимое. Вот так ты хочешь? Вот такой бургер я бы хотел. Подвинься, ты сам уже как бургер. А для меня вот такой вариант. А то я хлеба не ем. Ага, только булки и батоны. Да когда? Да в два часа ночи на кухне. Ой, Бузя, отцепись. Бузь, ну где тут можно покакать? Покакаешь дома. Все, 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 продолжаем челлендж. Кузя, твоя очередь. Кузя, только не забудь зефирка. Большая розовая зефирка. Так, Бузь, не подсказывай. Пускай думает о чем хочет. Кузя, сосредоточься. Бузь, у меня все мысли только об одном. О чем ты сейчас думаешь? Ну-ка, дай-ка я нащупаю. Ох, как будет неудобно. Так, в голову приходит вот такая фигура. Что же это? Зефирка, точно зефирка. О, похоже на шляпку. Ты думаешь о шляпе, Кузь? Нет. Рука продолжает рисовать. Так, а это что такое? Кузя, ты точно думаешь про зефирку? Ох, ага, стараюсь. Моя телепатическая рука не останавливается. Глаза, рот. О-оу, кажется, я догадываюсь, что это. Боюсь представить, что эта штука сейчас появится у нас на столе. Ребят, ставьте лайк, кто догадался. Ну-ка, сейчас мы это узнаем. Крекс-фэкс-пээкс. Зефирка, появись. Кузя, это по-твоему зефирка? Ах, спец. Кузя, извините. Я просто не мог сосредоточиться. Я не спец. Ну, вообще-то прикольный сквиш. Спасибо, что они настоящие. И снова пока. Да что ж ты робот такой непослушный. Не могу толком ребятам ничего рассказать. Э-э-э! Стоп! Ауч! Фух! Наконец-то остановился! В общем, у нас сегодня челлендж! Собери все подарки! Кто-то неизвестный раскидал подарочки по всему дому и обещает крутой приз тому, кто соберет их все! Так что запрыгивайте ко мне на моего белого коня и поедем искать призы! Ой, а я до сих пор еще и не назвал его! Так, пылесосик, как же мы тебя будем величать? Беляш! А может, кругляш? О, вижу, у ребят есть варианты получше! Обязательно зайдите в инсту и напишите свой вариант имени для этого непослушного пылесоса! На белом-белом пылесосе еду я! Куда я еду? Мне понятно! Эй, пылесос, вези меня, пожалуйста, к подарочкам! А никуда попало! Осторожно! Занавеску засосешь! Ребят, вы как увидите какой-нибудь приз, свистите! Ай, да куда ж ты в стену? Ох, фух, пронесло! А то я на такой скорости вообще ничего не вижу! Аккуратней на поворотах! А то я свалюсь и потеряюсь! Ту-ру-ру-ту-ту! Нам встречу приключения! Эм, опять стена! Короче, надо еще... О, привет, ребят! В управлении разобраться! Ага! Че-то я ездию, ездию, а подарочкам все не видно! О-о-о! Я что-то заметил! Погодь-погодь! Остановись! Направо поверни! Да не налево, а направо тебе говорят! Стоп! Не в стену! Ох! Опа-па! Ребята! Я вижу первый приз! И это! И это! Ну-ка поближе подъедь! Оп-оп-оп! Стоп! Что тут делает сосиска? Она настоящая! Ну, путь у нас будет длинный, друзья! Так что сосиска нам никогда не помешает! Ну, интересно, чья она? Полный разворот! Вперёд! Теперь нас двое! Я и моя сосиска! И мы продолжаем искать призы! Ой, надо, кстати, Бузю найти! Может, она знает что-нибудь про этот загадочный челлендж? И кто разбросал сосиски? Ого! Ребят, вы это видите? Целая куча бабла под диваном! Обалдеть! Может, они фальшивые? Ну-ка подъедь! Не-а! Настоящие! Тут, наверное, хватит на целое ведро морковки! А может, и на два! Ребят, как думаете, кто мог оставить целый клад под диваном? У Бузи таких денежей точно нет! О, а может, и та Вера свою зарплату припрятала? Ну, ничего не знаю! По правилам челленджа я должен собрать всё, что найду! Так что денежки мои! О, ребят! А что бы вы первым делом купили, если бы нашли такую кучу бабла? Я бы купил кучу морковки! Ням-ням-ням! И ещё одну сосиску, чтобы это и не скучно было! А вообще, мне, конечно, сегодня очень везёт! Хотите, подарю вам кусочек своего везения? Слушайте внимательно! Прикоснитесь ко мне пальчиком! А теперь поставьте лайк! Ну всё! Я теперь жених хоть куда! На белом коне с кучей бабла, да ещё и с сосиской! Ох, Бузенька, держись! Твой альфа-самец уже на подходе! Вот только надо отсюда как-то вырулить! Вперёд, вперёд давай! Да что ж ты меня кружишь, как на карусельке! Вперёд, я и говорю! Ну так, тоже можно! Разворот! О, погоди! Там ещё один приз лежал! Не туда! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Направо, я тебе говорят! Там приз лежит! Вот так! Эй! Снова не туда! I'll be back! Ну всё! Сейчас я пока тут покатаюсь! Мой приз уже кто-то стащит! Ого-го-го-го! Давай-давай! Туда-туда-туда! Опять не туда! Бузя! Здорови! Куда прёшь? Это не я! Он сам! Э-э-э! Вот! Моя остановочка! Привет, Бузя! И чё это за приколы? Это мой конь-робот-пылесос! О! Лови его, Бузя! Лови! Он везёт мои денюжки! И сосиску! Ну-ну-ну! Ах! Мимо! Я чё-то вообще ничего не пойму! Чё-чё-чё-чё? Это было! Нет времени объяснять! Лови пылесос! Вон! Он уже бабки доедает! Бузя, ну что ты стоишь? Пусть ты не меня! Я сплю! Эх! Да где же эта кнопка? Точно! Самое время нажать на кнопку подписаться! О! И я нашёл! Поехали! Прикольненько! А куда мы едем? Да тут недалеко! Буквально к дивану! Да к дивану в другой стороне! Спасибо, Бузя! Я знаю! У-ху-ху-ху! У меня уже голова кружится! Во-во-во! Ещё чуть-чуть! Давай-давай-давай! Проходишь-проходишь! И... Стоп! Кх! Наконец-то! Вот мы и добрались к третьему подарку! О-о-о! Круто! А что это? Не знаю, какая-то коробочка! Потом всё рассмотрим! Нам главное найти все-все подарки! А сколько их? Много? Очень много! Сосиска, слайм и куча бабла! Бузя, как-то это всё подозрительно! А по-моему, нормально всё! Не бубни, Бузя! Поехали другие подарочки искать! Да я просто говорю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Тому, кто дал тебе деньги, что-то потребуется взамен! Да и ты челлендж такой, говорю тебе! Так, либо слази, либо поехали! Да куда поехали? Твой пылесос в занавеске запутался! Как запутался, так и распутается! Ох, а чего он кругами ездит? Да просто мне надо подучиться управлять им! Вперёд, давай-давай! Да что ты пристал к этой занавеске? О, получилось! Не так быстро! Я сейчас упаду! Держись покрепче, детка! Ой, уронили! Я же говорил, держись! Да не меня, а сосиску! Да ты чё? Сосиску надо подобрать! Да хватит уже кружиться! Давай-давай! Слайм! Слайм упал! Вот блин! Ну, ребят, я пока тут пособираю все свои призы, а вы посмотрите предыдущий выпуск! Да! Про слюнявых лукозябр! Ждите продолжения! Тёмки-бомки! 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 Продолжение следует...